Римский право По Европам, по Европам, наметить, показать основные пункты, к которым, впрочем, мы периодически будем возвращаться в других лекциях курса. Итак, для периода до третьего века нашей эры, вот здесь рубеж проходит по третьему веку нашей эры, давайте мы это зафиксируем. То есть, первый период, это третий век до нашей эры, третий век нашей эры, а потом третий, шестой века нашей эры. Так вот, до третьего века нашей эры, наши источники по римскому праву в Испании, это прежде всего юридическая эпиграфика. Ну, здесь можно вспомнить, что более двух тысяч надписей различного характера. Можно вспомнить, что в знаменитом многотомном издании корпуса инскрипционного латинару, то есть свод латинских надписей. Весь второй том огромного объема, да, посвящен испанским надписям. То есть, в Испании юридические эпиграфики периода от третьего века до нашей эры до третьего века нашей очень и очень много. Она включает в себя тексты самого разного жанра. Это публично-правовые договоры. Ну, вот пример вы видите перед собой, алькантарская бронза, да, желающие могут немножечко почитать Кайо Марио, Кайо Флавио, Луцо Цезио, да, и далее вот это все. Ну, вот. Это присяги на верность, причем тоже публично-правовые, когда присягает город на верность Риму, да. Это императорские послания муниципием, это декреты, ну, вот чуть позже вы увидите на одном из слайдов, да, декрет императора Адриана против гладиаторских боев в Италике. Это уставы каких-то сообществ, ну, вот, в частности, да, уставы общества от купщиков из Випаски, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть самые разные жанровые, не беря уже довольно большого количества надписей, фиксирующих сделки частно-правового характера, ну, купля-продажа, дарения, обмен и так далее. Ну, вот, собственно, и федуциарная эмансипация, да, мы знаем огромное количество надписей, в которых будет описываться отношение патриапатестас, то есть власти домовладыки над подвластными детьми, и опеку над недееспособными или ограниченными дееспособными лицами, и рабство, завещание, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, помимо надписей, собственно, стрикто-сенсу, да, каких-то там глиняных черепков или вот бронзовых досок, на которых записывались законы, это пограничные камни, межевые столбы и так далее, и мы подходим к важнейшему памятнику эпиграфики, а именно к муниципальным законам. Собственно, законы, дарованные тому или иному римскому муниципию, римской гражданской общине. Первый, считающийся классическим образцом, это Lex Orsoniensis, да, закон Галлия и Галлия и Юлия Цезаря, который был дарован в 45-м году до нашей эры. Вы помните, что именно в этом году Цезарь дарует право римского гражданства Гадису. Соответственно, он становится первым модельным, да, документом, по нему выдаются несколько десятков муниципальных законов. В 74-м, в начале 70-х годов нашей эры, вы видите еще один Lex Municipalis Flavia, это речь идет о Веспасиане, о том, что мы с вами в прошлый раз упоминали, в прошлом эпизоде этой лекции, что Веспасиан в благодарность за помощь в гражданской войне дарует испанским городам, подавляющему большинству испанских городов, право полного латинского гражданства. Полностью у нас закона Веспасиана нет, к сожалению, но, видите, он реконструирован на две трети, благодаря целому ряду документов, которые у нас есть. Это илекс колония Генетива, ну, все перед вами, да, илекс муниципалис хихисполянсис и далее, далее, далее. Соответственно, что фиксировалось в этих законах? Прежде всего, муниципальные устройства, то есть статус кури, статус магистратов и статус местного народного собрания. Когда я говорю статус, я имею в виду совокупность разных правовых норм, очерчивающих полномочия того или иного института и особенности его взаимоотношений с другими такими же институтами. Отдельно от статуса кури проговаривался статус куриалов или декурионов, то есть членов кури, местных сенаторов. Вот. Соответственно, ординарные магистратуры, да, магистратуры делились на ординарные, то есть югста орденом согласно установленному порядку, и экстраординарные, то есть экстраорденом вне установленного порядка назначавшиеся или избиравшиеся. Прежде всего, избиравшиеся, конечно. Вот ординарные магистратуры, согласно Легис Муниципалис, да, это, конечно, Кватор Виры, то есть два Дум Вира и два Эдила, это жрецы, список которых вы видите, ну и так далее. Экстраординарные магистратуры, это прежде всего цензоры, которых еще называли квинквеналис, квинквеналис, их избирали раз в пять лет. Вот, кстати, на иллюстрации этот декрет Адриана против гладиаторских боев вы видите, да. Копия, разумеется, копия вывешена сейчас непосредственно в Италике, где и сделана эта фотография под Севильей. Оригинал висит, по-моему, в Мадриде, в археологическом музее, и там засветка стоит такая, что сделать нормальную фотографию почти нельзя. А вот, помимо этого прописывалось положение кураторов республики, да, вот эти кураторы с републицией, местные должностные лица с, как бы сказать, среднего звена, да, вот. Определялся статус местных граждан и поселенцев, это им кола, вот. И дальше прописывались нормы, касающиеся судопроизводства по частным делам. Как правило, нормы прописывались те, в которых местный закон расходился с общеримской практикой. Ну и, соответственно, нормы, касающиеся финансов и публичной собственности, то есть, самая республика. В этих законах тоже фигурировали. Перелом во всем, да, и в характере источников основных и в самой правовой истории Рима и Испании вместе с ним приходится на третий век нашей эры. Во-первых, я, с вашего позволения, не буду сейчас вдаваться в подробности юридической истории Древнего Рима. Об этом много написано, много рассказано и легко найти, что нужно. Почитайте, пожалуйста, про статус римских юристов, про профессию римских юристов и про то, что такое юс-респонденти, то есть, право ответа, дарованное Октавианом Августом римским юристом. Соответственно, на начало третьего века, на первую треть третьего века, точнее сказать, приходится, с одной стороны, взлет юридической культуры, а затем обвал. С начала эпохи солдатских императоров римская судебная система входит в состояние коллапса. Суды, если работают, то работают очень плохо, а чаще всего просто перестают работать. Соответственно, профессия юриста теряет значительную долю своего престижа, потому что в условиях коллапса суды начинают решать дела непутем. Ну, консультации с юристами, как это обычно происходило, да, там несколько этапов, а просто, как бы сказать, голой силой, да, решением власть поддерживающего. Вот, профессия юриста теряет престиж очень сильно. Как следствие, мы можем отследить по текстам падения уровня правовой техники. При этом юристов уже столько, и их работ столько, что суды коллапсируют еще и по этой причине. Почти ни один здравомыслящий судья уже оказывается просто не в силах прочесть и сопоставить все существующие по тому или иному вопросу мнения юристов. И ему приходится затягивать дело зачастую на годы. Попытки решить эту проблему начинаются в второй половине третьего века, в последнем третьей третьего века, когда появляются первые попытки кодификации римского права, пока еще частных. Речь идет о кодексах, так называемых кодексах Григория и Гермогениана, кодекс Григория, который включал в себя 14 книг и собирал в себе постановления римских императоров от Адриана до Диоклетиана. Кодекс Гермогениана, который включал в себя одну книгу, причем 15-ю по номеру, да, понятно, что Гермогениан просто добавлял книгу к кодексу Григория. Вот. Но эти кодификации, прежде всего, поскольку носили частный характер, а не официальный, проблемы не решили. Они оказались палеоактивным средством, не решающим проблему радикально. В попытке преодолеть нарастающую анархию в судах император Феодосий II и Валентинян III принимают так называемый закон о цитировании, в котором ограничивается круг юристов, мнения которых можно принимать в расчет при разборе той или иной тяжбы всего пятью именами, вроде бы Гай Попиньян, Павел Ульпиан и Модестин. Но там же содержится оговорка. Среди прочих оговорок там содержится и вот такая, что если в трудах названных юристов не будет найдено нужного ответа, разрешаем обращаться к трудам других юристов. И вот это стало той брешью, через которую ворвалась вода, смывшая в итоге поставленную плотину. Тем более, что Феодосий II замышляет, как мы сейчас знаем, большой проект кодификации, состоящий из двух частей. В одну должны были собрать постановления императоров, в другую часть должны были собрать выдержки из сочинений юристов. Было собрано только императорское законодательство, был создан знаменитый кодекс Феодосия 438 года. Он включал в себя 16 книг. Вы понимаете, да, почему 16? Потому что в кодексе Григория 14, а у Гермогениан 15. Вот, кодекс Феодосия включает в себя 16 книг и постановление только христианских императоров. То есть, от Константина I до Феодосия II, да, вот начало IV века до 438 года. Параллельно с кодексом Феодосия, как бы сказать, и раньше него, и параллельно с ним продолжают ходить частные сборники римского права. Ну, из наиболее известных таких частных сборников римского права вообще, да, если не применительно к Испании, то вот это и сопоставление законов моисеевых и римских, да, и ватиканские фрагменты, и сентенции Павла, ну, в общем, все перед вами на слайде. В Испании из этих текстов было известно не все. Были известны тексты сопоставления, ходили отдельные фрагменты сочинения юристов. Больше всего было сочинение Гая, меньше всего было Папиняна. Вот, ходили сентенции Юлия Павла, их как раз любили, и они сохранились в большом, были известны в большом количестве экземпляров. Вот, и ходили фрагменты из кодекса Григория Гермогениана. Здесь давайте я дам одно пояснение, оно с одной стороны очевидно, а с другой стороны всего очевидности, наверное, надо проговорить. То есть, мы говорим об эпохе не то, что до печатной книги, а мы говорим об эпохе, о самом начале эпохи кодексов. То есть, эпохи, когда появляются книги вот в нашем понимании, в формате, да, листов пергамента, сшитых под одним переплетом. Когда вот эти кодексы мало-помалу вытесняют свитки. Сделать полную копию кодекса, то есть, большого, да, большого текста из 14-15 больших разделов, ну, типа кодекса Григория, да, или Гермогениана, или Феодосия, это очень дорого. Это очень дорого, и далеко не все, совсем не все могли себе это позволить. Я бы даже больше сказал, что даже двор не всякого наместника мог бы себе это позволить. Пока Римская империя была в силе и славе, в этом не было большой нужды. Обратите внимание, всегда можно было послать запрос, ну, скажем, морем, да, или суши, неважно, запрос в Италию, ну, морем, конечно, будет суши, в канцелярию императора с каким-то конкретным вопросом от наместника провинции, да. И из канцелярии императора приходил рескрипт, более или менее пространный ответ, содержащий в себе нужные статьи, ну, скажем, того же кодекса Фернуси, нужные фрагменты. Иногда большие, иногда не очень. Но в 476 году, дату, которую вы знаете, к падению Западной Римской империи, что там куда падало, мы говорить не будем, потому что ничего никуда не падало, но низложили император Ромула Аугустова, да, последний вимский император, когда он был низложен, прекратило действие императорская канцелярия Запада, разумеется. Какое-то время, какие-то годы, это еще оставалось, ну, незамеченным, хватало того материала, который был по провинциям, ну, в нашем случае в Испании, да, для того, чтобы принимать решения те или иные судебные. Но со временем голод, вот этот нормативный голод, начинает ощущаться все четче, все жестче, когда все больше возникает вопросов, а как правильно решить тот или иной казус, а ответа нет, потому что некому послать, ну, не будешь же ты послать в Константинополь каждый раз гонца, это же безумно долго, дорого и вообще ненадежно. А на Западе больше империи нет, и куда посылать гонца непонятно. И именно поэтому Орехов, второй король Вестготов, вот его печатка перед вами на слайде, да, издает указ о том, чтобы был создан так называемый, чтобы собрали, чтобы юристы, проживающие, извините, я сбился немножко, да, чтобы юристы его королевства разыскали и собрали все нормативные материалы, которые могут найти. А потом на базе собранного создали бы единый текст. Вот так возникает текст, известный как Бревиарий Алариха, он же римский закон Вестготов иногда, да. Вот. Но давайте на шаг вернемся, вот структура кодекса Феодосия, да. Я подробно комментировать не буду, обратите, пожалуйста, внимание просто сейчас на слайд, да. И давайте сразу пойдем к Бревиарию Алариха, к испанскому. Тем более, что кодекс Феодосия в том виде, в котором он дошел сейчас, в котором его можно полистать, вот опубликованным Монзеном Крюгером, да, в начале XX века, в самом начале, это реконструкция. Это реконструкция, потому что полная лукопись у кодекса Феодосия не сохранилась ни одной. А значительную роль в реконструировании сыграл как раз текст Бревиария Алариха. Во-первых, туда вошли фрагменты всех 16 книг кодекса Феодосия. Ну, почти полностью вошла девятая книга, уголовная. Почти полностью вошли вторая и четвертая книги, частное право, да. Все остальное в более или менее значительных сокращениях. Потом туда включаются новеллы. Фрагменты из институции Гая, сентенции Павла почти полностью. Фрагменты кодекса Григория Гермогениана. Один фрагментик на три строчки из Папениана. Вас не должно смущать, что там одна книга. Эта книга – это раздел, структурный раздел такой. То есть, вот из перечня фрагментов, которые включены в Бревиария Алариха, можно вообще-то сделать вывод о том, а что было доступно юристам Алариха Второго. Что они смогли найти. И знаете, как иногда бывает, гораздо ярче выступает то, чего они найти не смогли. Чего у них просто, ну, не было. И видно, что у них практически не было уже доступа к сочинениям юристов классической эпохи. Видно, что у них не было полного текста кодекса Феодосия. Не было полного текста новелл. Не было, не было, не было, не было. То есть, из полных текстов, ну, разве что сентенции Павла они смогли разыскать. Вот этот текст Бревиария Алариха определил, определял юридическую историю Испании, ну, еще полтора века минимум, да, до появления так называемой книги приговоров или Вестгутской правды, о которой мы в свой черед с вами подробно поговорим. Параллельно, отмечу, что Бревиарий был распространен за пределами, географическими пределами Испании, и был очень популярен в Южной Франции. Собственно, вот, когда Южную Францию называют Бридью Друаэ Кри, то есть стран, описанного правом, в средневековом, разумеется, изводе. Вот под Друаэ Кри подразумевается именно Бревиария Алариха, прежде всего. Но на этом давайте поставим многоточие в правовой истории Испании и перейдем к разговору о становлении в Испании христианства. Спасибо.